всем привет с вами саня и сегодня мы начинаем проходить одну из лучших игр 2019 года эта игра control от создателей макс пейн и алан вейк кстати алан вейк вообще отличная игра макс пейнов я тоже проходил но вот планирую в скором времени наверное перепройти алана вейка если что макс пейн почему-то не так интересно перепроходить его а так возвращаемся к игре эта часть первая самое начало игры что еще хотелось бы сказать вот не знаю зачитывать текст в этой игре насколько я понимаю текста будет очень много и записок всяких я всегда рада услышать от вас это просто что я беру мои способы так много раз это привело к ничего я не нашел ничего это как мы живем в комнате и есть Субтитры делал DimaTorzok 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 До этого делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Такие игры я очень люблю Субтитры делал DimaTorzok 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 И т.д. и т.п. Так, я так понимаю в этой игре документов будет уйма Эту печать я видела давным давно Я все еще и вижу в своих снах Не знаю, зачитывать мне текст или нет Я пробовал в прохождении предыдущей игры читать только записки Вот При том, что сама игра была озвучена только на английском, как и Control с русскими субтитрами То реплики персонажей я не читал Может быть, здесь надо и попробовать Попробую один-два ролика, если получится нормально Я искала их столько лет, а они все это время скрывались прямо на виду В общем, если понравится, напишите в комментариях, читать или не читать Читать записки или не читать, или вы сами будете ставить их на паузу В общем, комментируйте, что, как, к чему Я буду потихонечку учиться этому делу Система безопасности Так, ну, в таких записках я не буду особо вчитываться Потому что здесь очень много перекрытого текста, якобы засекреченного Единственное, что в конце записки огонь на поражение Удачи! Идем дальше исследовать Никого нету Кто-то где-то что-то напевает Напоминание об отчетах Р4 Так, как вам уже известно, отчеты Р4 следует сдать до конца недели Мы все их ожидаем от некоторых сотрудников Если вам требуется отсрочка, попросите своего руководителя предоставить вам бланк Если вы считаете, что освобождены от заполнения бланка, то вам потребуется получить письменное разрешение от начальника вашего отдела Помните, отчеты Р4 являются обязательными в соответствии с разделом 75.2 руководства для сотрудников ИТД, ИТП Ладно, не особо интересно Это внутренняя корреспонденция фирмы Уборщик из заставки Эй, прошу прощения А, вот ты где У меня есть для тебя работенка Помощница уборщика Но сначала интервью Иди вон туда К лифту Спасибо Лифт вон туда Понятно Очень хорошо Я актив, уборщик Ты будешь работать на меня Скажи, что я тебя послал Если они не помогут тебе Тарабарщина на каком-то непонятном языке Теперь работа для топора Отнеси это за сауну Я достаточно подрабатывал одиночные смены Чтобы понять, какими странными она сделает такая работа Уборщик Ахти на моей стороне в этой истории Лучше, чем кто-то незнакомый Подумай об этом, новенькая Но я знаю, о чем ты думаешь Если здесь и есть страшный убийца с топором То это точно он Классика жанра Детективов А вот и лифт Ну что Поехали Камера И плакат Мне было 11, когда я впервые заглянула за плакат на стене Мне сказали, что я все придумала И с тех пор Я все время пыталась его снять Поможешь мне? Очень интересная задумка у игры Концепция Вообще, как бы такая мистика довольно-таки интересная В основном сериалы С такой мистической составляющей Они малобюджетные Есть парочка хороших Но их мало К сожалению Собственно говоря Заставка и титры Прямо как в сериалах Ну, собственно говоря Ремидзи еще с Салоном Бейком и Квантум Брейк Показала, что они умеют Сюжет И такие всякие загадки Они это явно сделали Делали и делают Очень даже хорошо Жалко только, что Квантум Брейк провалилась Знаешь, о ком я все время думаю? О моем братике Дилане Прошло 17 лет с тех пор, как бюро забрало его Доступ закрыт Секьюрити Так, а че двери автоматом открываются Прямо перед носом? Напоминание Подготовка публичных материалов При составлении любых уведомлений о смерти, связанных с АМС и Уиллом Придерживайтесь следующих рекомендаций Так, используемые слова-фразы Сожалею, гордый гордость останется в сердцах Фраза, которой не следует Писать, аляска, ножницы, кровь, потеря, извинения и события Ну, не мудрено Скорее всего, есть такие протоколы Как составлять письма Погибшим и умершим Погибшим Не беспокойтесь меня Отмените все мои встречи на день до конца недели Я не могу им доверять, Барбара, никому из них Нейкий Тренч Твою мать О, черт Черт, черт, черт Хочешь, чтобы я подняла это? Орудие убийства? Серьезно? Это что, тот самый мужик с картин? В фойе По всей видимости, да Бывший директор Мы вещаем изнутри пирамиды Только директор может пользоваться предметом Пистолет, меч специально не заполнено Ваша заявка будет обработана А вот и плакат сняли со стены Предметы силы могут быть причиной или следствием АМС Альтернативных мировых событий Вторжение в нашу реальность Табельное оружие Прекрасный образец предмета силы Ставшего неотъемлемой частью бюро Ставшей неотъемлемой частью бюро И ключевым компонентом в программе По отбору идеального кандидата Это наш вариант русской рулетки Выйдешь победителем И ты директор Это ваш ритуал Испытание Необходимо выбрать, чтобы быть избранным Только посмотрите Где я? И на самом деле Что это за странное абстрактное место? Та самая пирамида Оп, это еще что-то так Нажмите кнопку для рукопашной схватки Окей Ай, о, нифига себе Разорвало прямо на месте И когда-то мы успели научиться Вот этому Странному магическому удару Ладно Управляю оружием Домом Так, теперь у меня есть пистолет Так, а вот и первые враги Так Насколько я понимаю Патроны Пока табельное оружие не используется Боеприпасы восстанавливаются автоматически Блин, я только об этом подумал Хотел сказать Как они мне об этом уже написали Оба-на Блин, так надо же много патронов На одного врага такого Пойдем в рукопашку Добьем так Так, а это еще что? Ух ты, оно еще и с автоматом При уроне влаги Сбрасывают элементы здоровья Собирайте такие элементы Для восстановления здоровья Так, это я так понимаю Есть Те самые элементы Окей Так, ладно Спасти бюро Вы слышали это? Это тот мертвец Когда пирамида заговорила со мной Пистолет живой Знаешь, я рада, что сюда пришла Рано радуешься Похоже, снаружи все немного улеглось Надеюсь, там безопасно Да, я рада, что пришла Нашла труп Пистолет и странное здание Довольно-таки пустое Так, офис директора Переключить карту Ну-ка Окей Вау Ох Что это такое? Этого нельзя допустить Чересчур Вышла Ненависть Из меня Что? Что происходит? Этого нельзя допустить Этого нельзя допустить Тебе удалось это остановить Ты Спасибо Это было Чудовищно Оп И сразу врагов Так Охранник И И ИСов Бюро Имеет большое количество Сотрудников Руд Нутренней безопасности ИСы быстро Воспользовались Этим фактом Охранники Применяют винтовки Установленного образца В компоновке Буллаб Использовавшиеся Ими до заражения В то время Как охранники В бронежилетах Используют Дробовики У них У них не наблюдаются Пароестественные способности За исключением Того Что некоторые Охранники Защищены Плотным щитом Резонанса ИСов Способным Останавливать Пули Является ли данный Щит Результатом Длительного заражения ИСами Неизвестно Достигают ли ИСы с течением Времени зрелости В телах Органических Носителей Требуется Больше данных Так Ладно Погнали дальше При уроне Враги Сбрасывают Здоровье Это мы уже читали Так Вашу мать Что здесь происходит Я так думаю Мы еще Не скоро Поймем Что здесь происходит Телефон Прямой связи Засекреченная Линия Ориентирую Добраться До телефона Телефон Прямой связи Говорит Мертвец Так Погнали Так Здесь есть Неплохая Разрушаемость Насколько я понимаю Прямо как в третьем Макси Пейне При перестрелке Все разлеталось В пух и прах Да Все разлетается Вполне Неплохо Физика В игре Работает Отлично Это точно Некое хранилище Так Материал Неопознанное Показание Уровень Доступа Ничего Ничего не было Как и в случае С пожаром В доме Которую мы провели Накануне Как и в случае С поломанной Сушилкой Для одежды Которой мы Занимались До этого Скажу честно Моя команда Уже сета По уши Этими пустышками Нам нужен Более надежный Способ Распознавания Настоящих АМС Ну или Хотя бы Производите Какую-то Ротацию Полевых Агентов Ясно Посылают На всякие Фиговые Случаи Думая Что это Паранормальщина Оказывается Самая Обычная Фигня Так Куда нам Дальше Я думал Сюда Так Нам надо О Можно двигаться Во время Карты Значит Нам сюда Центральный Отдел Опять этот Шипящий Звук Который Уже Пытался Захватить Мой Разум Иссы Их Шипение Проникает В каждую Щель Здесь Иссы Твои Враги Ладно Теперь Это Наши Враги А с кем Она Разговаривает Этот Звук Заразен Он Проникает В голову Словно Выводящая С себя Мелодия Которую Ты Напеваешь Снова И Снова Она Порой Обращается Сама К себе В третьем Лице Как-то Странно Оценка Посетителей Мы Проверили Предполагаемое АМС В Дулате Там Ничего Не Было Так Это Ж Уже Было Оценка Посетителей Вот Она Добро Пожаловать Федеральное Бюро Контроля Созданная В 1964 Году В рамках Мероприятий По укреплению Правительственных Отношений Мы Гордимся Тем Что Служим Соединенным Штатам И их Народу Стремясь К прозрачности И совершенству Во всех Аспектах Инфраструктуры Нашей Узнаваемой Нации Если Они Не уйдут Задайте Им Следующие Вопросы Вы Здесь Кого-то Ищите Вы Из Нью-Йорка Или Просто С визитом Как вы Нашли Это Место Если Их Ответы Достаточно Безобидны Объясните Им Что Это Объектное Федеральное Учреждение Что Им Нужно Уйти Если Ответ Кажется Странным Сопроводите Этого Человека В отдельную Комнату Затем Проведите Психологическую Оценку Если Их Ответы Находятся В допустимых Пределах Отклонения Смотреть Предоставленный Оценочный Лист Тогда Немедленно Что-то С ними Сделаете Там Просто Закрашено Городские Легенды Директор Тренч Как полагают Городские Легенды Влияют На Сознание Измененных Материалов На Создание Измененных Материалов Но Также Способны Диктовать Характеристики Альтернативного Мирового События Городские Легенды Рассматриваются В качестве Современной Эволюции Архетипов Юнга Так Популяризируем Наши средства И массовой Информации Кроме того Мы доказали Что городские Легенды Могут быть Даже Искусственно Выведены В популярной Культуре Используя Тут Не знаю Что написано Бюро Телевизионную Программу Онтологию Как только Семена Посеяны Человеческое Воображение Сугубляет Подробности Ясно Намекает На то Что Люди Сами Эту Паранормальщину Выдумали И силой Своего Разума Подкрепляют Еще Больше Это Еще Что Так Охранники Висят Вау 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 Так Иди-ка ты Сюда Дорогой Один Есть Еще Один Так Это Мне туда Прыгать Надо Окей Погнали Оп Так Еще Появились Готов Должны Очистить Точки Контроля Враг Заражение Распространяется Отчистить Точку Контроля Что Это Значит Помоги Мне Так Нам Надо Использовать Откуда Ты знаешь Что Делать Обалдеть У тебя Получилось У нас Получилось Эй Вы Меня Слышите Вы Еще С нами С Бюро Ваш Разум В Порядке Все Пожалуйста Ответьте Мы Видели Что Вы Контактировали С Зараженными Агентами Я даже Передать Не могу Как Я рада Говорить С кем То Адекватным Взаимно Я Поуп Эмили Поуп Помощница Доктора Дарлинга Моя Очередь Солдать Ей Джесси Фейден Просто Посетительница Я должна Была Соврать Черт Вы Новый Директор Подождите Мы Выходим Как они Узнали Директор Фейден Зависи меня Джесси Ладно Джесси Я Эмили Каким-то Образом Эта Враждебная Сила Эти Исси Да Звучит Неплохо Каким-то Образом Иссы Проникли В здание Заставив Навпрос Плох И я Распредумал Для них Официальное Название Иссы Похоже На звук Ядовитого Газа Вырывающихся Глаза Эта Зараза Распространяется Всюду И поражает Каждого Кто Несет Рук Но Как ни Странно Кроме вас Но Как ни Странно Кроме вас Вы Директор И это По определению Делает вас Особенной Очевидно Тренч Больше Не Директор Простите Я слишком Много Болтаю Вся Эта Ситуация Для Меня Чересчур Тренч Мертв Застрелен Я Нашла Его Тело И Пистолет Сказать Ей Что Это Было Похоже На Само Убийство Табельное Оружие А Еще Хоть Это Может Показаться Странным Он Иногда Является Мне И Говорит Разные Вещи Это Трудно Разобрать Но Он Сказал Мне Очистить Точку Контроля Оттеснить Исов А потом Вся Комната Перевернулась И Вы Сделали Это Вошли В Изолированное Здание В Которое Так Просто Ну Как Я пока Не готова Рассказать Ей Про себя Меня Впустил Уборщик Блин Да Это Просто Невероятно Это Я Не могу Даже Джесси У меня Миллион Вопросов Вам А у Вас Наверное Еще Больше Что То Вроде Вы Знаете Моего Братика Дилана Пока Нет Потом Но Есть Кое Что О чем Я Хотела Бы Сначала Попросить Если Вы Очистите От заражения Точку Контроля Возможно Удастся Исцелить Зараженных Находящихся Под являнием Исов Если Это Возможно Наши Шансы Значительно Вырастут Эмили Эмили Поуп Мы Мы с ней Не знакомы Но Она Уже Мне Нравится Она Прямая Противоположность Безликому Бюро Которую Я Виню За Случивше Со Мною В детстве Но Пока Я Не могу Ей Доверять Ведь Она Часть Бюро Да Попытаюсь Я имею ввиду И тебя Конечно Мы Попытаемся Вместе Так Ладно Ты Поможешь Нам Уже Приходилось Это Делать Изгонять Исов Так Заранее Извиняюсь За мою Дикцию Некоторые Шипящие Звуки Я Немножко Не успеваю За ними Читать Тем более Когда текст Еще Появляется На белом Фоне Еще Нужно Успеть Разобрать Что там Написано А еще У меня Сохнет Во рту Дико Так Ну что Продолжим Так Быстрое Перемещение И одежда Да Так Можно Менять Внешний Вид Нет Останемся Скажем так В каноничном Так Отчистить Зараженного Из Самиагента Вон Ну Ну Уже Ну Уже Давай Не сработало Иссы Иссы Проникли Слишком Глубоко Попытка Силовой Чистки Разрывает Носители На части Так Поговорить Сэмми Липоу Где она У нас Джесси Я тут Где Вон Вон Что Ли Стоит Я не могу Очистить Я Видела Стоило Попытаться Спасибо Директор Джесси Расскажу Почему Я здесь Рискну 17 лет Назад В моем Родном Городе Случилось Происшествие И бюро Было Там Агенты Бюро Пришли Поместили Все Под Купол И с тех Пор Я ищу Это Место Пока Хватит Наверное Я и так Слишком Много Сказала Я не могу Пока Рассказать Ей о Дилан И Всем Остальном Да Я Видела Упоминания Об Альтернативном Мировом Событии Име Шем Место В Том Городе Вы Были В Эпицентре В Детстве Это Было Крупнейшее Событие Меня Еще Здесь Не Было Оно Сильно Засекречено Я могу Порыться В старых Файлах Мой Шеф Каспер Знает Больше Но Он Пропал Думаю Он Знал О том Что Что То Произойдет Это Он Придумал Рук Резонанс Усилителя Гидрона Благодаря Которым Мы Все Еще Живы И Директор Тренч Он Тоже Мог бы Вам Прямой Связи И Сказал Что Я Должна Найти Его Это Предмет Силы Наподобие Вашего Пистолета С виду Это Старый Телефон Это Прямая Связь Директора С Советом Возможно С его Помощью Он Сможет Говорить С вами Более Отчетливо У Тренч Огромный Опыт Он Может Знать Как Уничтожить Исов И Где Искать Этот Телефон Он Находится В отделе Связи Сразу За Залом Обработки Это В нашем Секторе Так Что Мы Сможем Попасть Даже Во Время Изоляции Мы Откроем Вам Дверь Ладно Значит Направлюсь Туда Это Отдел Томаси Он Заведует Связью Не Думаю Что У него Был Рук До Того Как Все Произошло Он Выступал Против Ношения Рук Будьте Осторожны Они Зовут Меня Директором Но Я Не Он Я Не Директор Не Лидер Зачем Я Здесь Думаю Ты Уже Знаешь Да Я Пришла За Своим Братом Но Есть И Другие Причины Я Сказала Что Ищу Ответы Но Может Я Никогда Не Пойму Их Я Не Ищу Доказательств Я Их И Так Предостаточно Не Важно Что Мне Говорили Все Эти Годы Теперь Я Знаю Правду И Ничего Не Выдумала И Я Хочу Быть Частью Этого Мира Меня Пугает До Чертиков Что Я Все Таки Нашла Это Место Лишь Чтобы Увидеть Как Все Рушится Место дверь в отдел связи находится вестибюле рядом с конференц-залом и и уже должны были открыть для вас идите по знаком зала обработки оттуда вы попадете в камеру хранения телефона удачи вам джесси увидимся на том месте блин как же быстро они болтают не успеваешь читать текст можно было бы конечно его быстренько пар мяблить но тогда же будет непонятно да еще это непонятно когда она разговаривает сама с собой так посмотрим на карте куда нам надо ух ты ж ёжики фиг поймешь как туда добраться так попробуем отсюда так еще раз да какое-то очень странное здание попробуем пройти сюда и кафетерия ностальгия департамент communication департамент начнем сюда ну вот опять приветственное сообщение так директора и не пускают никуда что это такое мы стоим над тобой пока ты спишь ты почти слышишь наш но забываешь об этом шепчут голоса так все отстрелялся вроде бы да транспортные расходы питания бензин мини-бар интересно если мотель под названием оушен вью в не имеющем выхода к морю мести хотя ладно мне ведь не платят за то чтобы думать так это посещение гостиницы отсылка на историю кинга про номер в гостинице и перестали болтать хотя он начали другие доноситься звуки кафетерий так мне что туда что ли нет мне вон туда так где-то враги объявились так перезаряжайся быстрее так так и так Не дошедшие письма. Отдел коммуникаций. Так, это висят охранники. Ух ты, это еще и в броне. Хотя у меня такой уже был один. Перезаряжайся быстрее. Так, с них должно было хпп выпадать. Есть такое. Так, ладно. Что с другой стороны. Приветствую, директор Тренч. Спасибо, что подтвердили мой запрос об архиве недошедших писем. Каталогизация коллекции «Невостребованные почты» позволит создать чрезвычайно удобную базу данных, которую исследовательские группы могут использовать для поиска среди писем любых связей или связанных тем. Кроме более функциональных целей, архив также позволит нам сохранить эти истории человеческих встреч с миром пароестественного. Письма попали к нам из различных мест и времен, все помеченные почтовой службой, как такие, которые невозможно доставить. Бюро послужит для них идеальной конечной остановкой. Я отдаю себе отчет, что не все письма содержат упоминания о настоящих пароестественных событиях, но даже такие письма полезны. Ведь они позволят пролить свет на то, как простые люди воспринимают неизвестное. Конечно, я сначала создам систему, которая позволит нам анализировать письма на наличие любой информации или предполагаемых связей АМС и измененными материалами. Итак, в очередной раз спасибо. С нетерпением жду возможности заняться недошедшими письмами. Понятно, что таких писем просто миллионы. Так, это ящик с ресурсами. Поющая рыба. Да, нет, спасибо. Я думаю, что я не буду читать все записки. Это довольно-таки накладно по времени. И хотел что-то сказать и забыл. Вот это они, конечно, прикольно сделали. Что здание возвращается в нормальную форму. Очищайте точки контроля для получения доступа к местам быстрого перемещения. В старейшем доме. Ага, короче. Ясно. Только посмотрите. Всего 20 сантиметров, а емкость целых 80 килобайт. Украдена нашими друзьями из ЦРУ. На ней хранились коды запуска советских ракет. Господи, эти дискеты. Конечно, это не совсем дискета. Но на вид не отличить. Идеальное слияние концепции коллективного бессознательного времен холодной войны. И хранилище. Этот сосуд для опасной энергии, которую нужно обуздать. И им это удалось. Не известно как, но когда вокруг дискеты начали летать вещи, ее передали нам. И предмет силы или ПСПС, упс. А еще она может метать предметы. Всего мы подняли в воздух около 30 карандашей. Как-то мы даже подняли чашку. Советская дискета. У, помню, эти дискеты огромного размера. У меня таких пару штук даже где-то валяется, если порыскать. Отдел связи. Мы на правильном пути. Так, туалет, интересно. Может там что-нибудь есть? Так, ничего нету. Никто ничего там в туалете не оставил. Так, отдел связи, куда нам надо идти? Так, дальше прямо вот по этому коридору. Через верх, походу. Так, нет, не через верх. Бедняга. Пришибли смс-ками. Сейчас кто-то вылезет. Вроде бы никого. Айоу. Это еще что? Ладно, пойдем, сходим сюда. Предмет силы. Похоже, ее коснули заражение ИСов. Нужна очистка. Приседайте. О, так все-таки приседать можно. Так, нужно добраться до этого предмета. Скорее всего, это даст нам какое-то умение. Запускает предметы в нас. Короче, кидается смс-ками. Стоит. Спасибо. Спасибо. Так, а как его очистить? Нужно к нему вплотную, что ли, подойти? Нет, стрельба не помогает. Ой-тю-тю, пробежал мимо. Иди сюда. А, это та самая дискета. Так, приобрести метание телекинез. Когда я здесь, тебя слышно хуже. Как будто изменили канал. Здесь всем заправляет совет. Их пирамиды на логотипе бюро. Они и есть те, кто дергает тут за ниточки. Я не их директор. Я ничей не директор. Так, удерживайте РБ, чтобы взять подсвеченный предмет. И отпустите, чтобы метнуть. Физика! Так, теперь любой из этих осколков можно кидать. Так, теперь я не могу. Продолжение следует... 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 Так... Погнали... Да ладно... Пройти отдел связи... Неужели опять надо туда идти? И опять все это делать? Продолжение следует... А нет... Все... Не надо... Просто пробежаться... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все Отстреляюсь Так, открылся проход сюда Комната почты Там мы уже Очистили Эмили сказала, что до телефона Можно добраться через зал обработки почты Так, ясно через этот А если туда сходить посмотреть Здесь только Опять шелтер Убежище Нам все дают какие-то Материалы Я до сих пор не знаю, что за они Порядок Урон брони от оружия Но у нас все равно Пока больше ничего нету Персональные моды Скорость восстановления энергии Энергетическая стоимость метания Опять восстановление энергии Восстановление здоровья За каждый подобранный предмет И просто здоровье Плюс 19 Давай за каждый подобранный Будем получать Здоровье Литеринатурный клуб Самсон В общем, я не читаю много фантастики Кроме разве что космических опер Я так понимаю, что название Кто, если не ты Перекликается с несколькими моментами в книге Но я считаю, что оно какое-то Неопределенное и глупое То, как герои постоянно повторяют Это словочитание Словно коронную фразу Очень быстро начинает раздражать А дальше, если вы захотите Прочитать эту записку То вы поставите на паузу Прочитайте ее И продолжите просмотр Всем спасибо за понимание Субтитры сделал DimaTorzok Так, нам все дают какие-то материалы И я до сих пор не понимаю Что за они и что они делают Так, еще один ящик с материалами Память дома Это все еще материал Так, у этого здания Явно очень запутанная архитектура Так Все еще закрыто Возможно, рядом есть ключ А вот и охранник с ключом Это должно открыть дверь Так, еще одна точка для быстрого перемещения Есть Так, я понимаю Нам туда В комнату писем Мы туда и пойдем Так Туда идет много кровища Это что еще за зомби Победить Дероженого И сами Томаса Так Уклоняется Ух ты Он еще и в меня кидает Вау Как быстро меня убили Становится даже интересно Но как-то снисхождение Тут совсем в игре не дают То есть Когда начинаешь играть И сложность нельзя выбрать Вот И В принципе Так сразу Накидывают на тебя Врага Который может тебя завалить Моментально То есть Нужно искать подход И очень долгие загрузки С наблюдаемой кровью Или что это Так Погнали Попытка номер два Так Хотя мы же там что-то поставили Восстанавливает здоровье За каждый подобранный Элемент Ну да Так 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 Нефиг в меня кидаться Там На Промахнулся На еще раз Промах Блин Попал Промахнулся 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 так что ты собрался сделать смотался чувствую что он вернется надо быть на чеку телефон будет после зала обработки почты так надо наверно на второй этаж подняться отлайн-чамбер То самое место, куда уполз этот говнюк. Уничтожьте его. Ситуация на Кубе была изучена соответствующими органами. Загадочная болезнь, от которой пострадали сотрудники посольства США в Гаване, была вызвана звуковым оружием в руках иностранных агентов. Многочисленные сотрудники посольства получили повреждения внутреннего уха, но большинство из них должны восстановиться. Это событие также привело к повреждению клеточных стенок, но мы не можем винить в этом какую-то шумовую атаку. Слава богу, первым из них осматривали неместные врачи. Честно говоря, изменения появятся в посольстве США. Вот удача, а? Намного проще. Эй, вы все еще записываете? Блин, почему-то иногда здесь текст проскакивает, субтитры уходят гораздо быстрее, чем... Идет звуковое сопровождение. Уже несколько раз такое было. Удостоверение личности Томаси. А ну, нам понадобится. Сводка по Бутте. Цепочка исчезновений привела агентов в бюро в один из домов в городе Бутте, где они обнаружили транслокационный выключатель света. Агенты прибыли в дом местной знаменитости, расположенный там-то там-то, который был связан с исчезновением местных жителей. В здании никого не было. При осмотре шкафа агент потянул за шнур выключателя света и мгновенно исчез. Для повторения событий был назначен еще один агент. Он также исчез, потянув за шнур. Оба агента были обнаружены в старейшем доме через несколько дней. Они находились в запертой комнате и были обнаружены рейнджерами при исследовании новых областей дома. Во время инцидента шнур выключателя света из дома в Бутте исчез. То есть они там потянули где-то, а оказались в этом здании бюро контроля. Насколько понимаю, здание явно не маленькое, огромнейших размеров. И даже еще не все изучено. То есть такое старейшее здание с аномалиями. Телефон прямой связи рядом. Как раз по-моему по звукам он и звонит. Зал с телефоном связи. Зал с телефоном прямой связи. Была надпись на экране. Зал с телефоном. 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 Шнура выключателя света, дверь с черной пирамидой. Вау! Я уже была здесь? Нет, похоже. Я много раз останавливалась в придорожных мотелях по всей стране. Все время в дороге, в бегах, скрытно. И это место напоминает мне все мотели одновременно, будто ожившие воспоминания. Вау! Здесь еще и звукоизоляция в помещении. Так, я так понимаю, чтобы пройти... Блин, ну вот дизайн у них просто шикарный. Оп! Ладно, я так понимаю, нам надо пройти через этот отель, гостиницу, чтобы попасть в зал с прямой телефонной связью. Эй, есть тут кто-нибудь? Эй, хоть кто-нибудь есть? Нет. Скорее всего, это место тоже находится в том самом бюро. Странно. Ни одна дверь не открывается, открыто только это. И ничего нельзя сделать. Может быть, если переключить свет... Оп! Эта дверь сработала. Но она закрыта. Ничего не происходит. Оп! Эта дверь сработала. И здесь опять ничего. Ладно. Дернем за веревочку еще раз. Все еще закрыто. Так. Так. Что-то я не понимаю, чего от меня хотят. Оп! Последняя дверь открыта. И ключи. На ключе черная пирамида. Так. Черную пирамиду я уже видел. Вот она. Так. Сейчас дернем за веревочку и окажемся на телефоне. нет. Вау. Ну что. Поехали. Телефон прямой связи. Раковина. Передатчик. Мост. Директоры могут использовать его для связи с советом междугородних звонков. Междугородных звонков. Так. Завершить испытание в астральном измерении. Окей. Телефон позволит вам связаться с внепространственными сущностями. Упс. Блин, упал. Блин, хорошо. То есть не блин, а хорошо, что повторной загрузки нету. Упс. 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 Давай, иди сюда. Давай, иди сюда. Это телефон и предмет силы. По нему не позвонить обычному абоненту. Прямая связь с астральным измерением и советом. Но у меня есть гипотеза, что при определенных условиях с его помощью можно связаться с другими... Не успел. Директору нужна команда. Моя управленческая команда. Эти люди знают секреты Беронии хуже меня. Некоторые даже лучше. Дарлинг, Томаси, Сальвадор, Маршалл. Особенно Маршалл, моя глава оперативного отдела. Она видит меня буквально насквозь. Она знает, что я не полагаюсь на людей. Единственный, кого вы можете подвести, это вы. Когда становится директором, все меняется. Телефон у меня. Теперь я могу связаться с Тренчем. Ну, хотя бы услышать его. Он похож на эхо. Эхо с важной информацией. Пора возвращаться к Эмиле. Блин, у меня запутывается язык. Люди слишком бурно реагируют, когда я рассказываю им о тебе. Может, уже пора рассказать Эмиле? Она могла бы помочь. Так. По-моему, я не сюда и пришел. Кабинет директора Тренча. Финансирование бюро. Всему управляющему персоналу, мне известно, что существуют некоторые опасения по поводу того, что расходы на нашу деятельность превышают годовой бюджет. До тех пор, пока мы ведем деятельность в старейшем доме, мы во многих отношениях скрыты от проверок. Если наши бюджетные требования не являются непомерными, то до какой степени, что привлекают внимание? Они удовлетворяют казначействам США без вопросов. ФБК является просто еще одной строкой в очередной электронной таблице, которую какой-то скромный бухгалтер даже не заметит. Его глаза пропустят нас, как будто нас там и нет. Характер самого старейшего дома дает нам определенную степень свободы в том, каким образом мы осуществляем деятельность. То, что мы находимся здесь, не случайно. Там, походу, еще одна дверь. Так, центральный холл. Все еще для меня доступ закрыт. Так, где она у нас? Вон там. Джесси, вы забрали телефон? Как дела в отделе связи? Там ИСы? Простите, вы справились. Это хорошо. Эмили? Надо поговорить. Конечно. Так, сейчас будет опять очень быстрая болтовня. Я могу не успевать с прочтением текста. Если вы что-то не поймете, отмотайте на пару секунд назад и лучше сами перечитайте. Еще раз. Спасибо за понимание. Я забрала телефон прямой связи. Теперь я могу разобрать слова Тренча. Здорово. И что он сказал? Он говорил о своей управленческой команде, о людях, знавших секреты бюро. О вашем боссе Дарлинге. О Томасе, который, увы, заражен ИСами. О Сальвадоре. Он начальник службы безопасности. А Маршал? Маршал – глава оперативного отдела, бывшая сотрудница ЦРУ. Непростой человек. Она отправилась в сектор исследований на охрану производства рук. И не вернулась. Ее помощь нам бы точно не помешала. Другие секторы. Как туда попасть? Это невозможно. Все секторы изолированы. Как директор, вы можете снять ограничения, но это можно сделать только в секторе обслуживания. Обычно мы туда ездили на межсекторном лифте. Он соединяет все сектора. Но теперь, во время изоляции, лифт не работает. Однажды мы уже преодолели изоляцию. Возможно, я смогу пробраться. Джесси, для человека без подготовки в этой экстремальной ситуации, вы просто отлично справляетесь. Похоже, воздействие ИСов на вас не распространяется. Я бы хотела привести рядом с вами ряд тестов, если вы не против. Возможно, мы найдем нечто, что нам поможет. Тесты? Не уверена. Она может узнать о твоем существовании. Хотя, с другой стороны, я бы хотела лучше тебя понять. Ладно. Если вы считаете, что это поможет. Отлично. Я поищу во внутренней документации, как можно обойти изоляцию секторов. Нужно открыть туда доступ и найти Дарлинга и Маршал. А я пока попробую пробраться в сектор обслуживания. Чем быстрее я туда попаду, тем скорее я смогу отключить изоляцию. Какой-то глюк с интерфейсом. Не должно быть его здесь. Я так понимаю, что в детстве с ней что-то приключилось, с ее братом. Скорее всего, тоже было какое-то аномальное происшествие. Как она говорила, очень мощное. И что-то нашу подопечную заразило. Потому что она разговаривает как бы с сама собой, но с кем-то на самом деле. Или она просто псих. Ну или она заражена каким-нибудь существом из паранормального мира. Так. Улучшите и откройте новые способности в ближайшей точке контроля. Окей, пошли попробуем. Способности. Плюс 10 к здоровью, плюс 10 к энергии, плюс 10 к урону в рукопашной схватке. Плюс 25 к урону от метания. Вот это мы точно разблокируем. Так. Используйте два очка у меня для разблокировки. 14. Вот. А. Это вообще ячейка для персонального мода. Возьмем плюс 10 к хп. Реально полезная штука. Мало очков. Нужно целых 3. Ну и давайте. Плюс 10 к рукопашной схватке. Так. Астральные конструкторы. Форма оружия, моды. Так. Сконструировать осколки. Не хватает у нас какой-то энергии. А. Вот здесь нам и нужны те самые материалы. Источник, который мы получаем, когда убиваем врагов. И остальные. Ясно. Понятно. Окей. Моды. Скрытый мод оружия. Скрытый мод оружия. Скрытый мод оружия. И что это дает? А. Сконструировать случайный мод для оружия. И персональные моды. Окей. Понял. Контурмеры совета. Цели и награды. Быстрое перемещение. Центральный отдел. Недошедшие письма. И офис директора. Так. А куда нам надо? Найти путь в сектор обслуживания. Так. Зал с телефоном прямой связи. Недошедшие письма. Кафетерий. Центральный отдел. Так. Интересно. Пневматика. Еще раз посмотрим. Исполнительный отдел. Может быть. Так. Давайте посмотрим. Что здесь. Так. Карточки у меня до сих пор не работают. Так. Это мы куда пришли? Какое-то маленькое помещение. С автоматом музыкальным. Так. Так. Не сюда. Вот здесь лестница. Так. Ну здесь у нас офис директора будет. Так. Здесь точно ничего нету. Так. Ладно. На сегодня мы наверное с вами закончим. Игра очень интересная. Мы уже прошли достаточно неплохо для первого раза. Всем кто смотрел, огромное спасибо. Продолжим мы играть в эту игру буквально через несколько дней, когда я выложу уже вторую часть ролика. Потому что завтра мне надо ехать на работу. И, ну, после работы я навряд ли буду записывать. Потому что я обычно очень уставший. Поэтому на следующий день я обязательно запишу вторую часть прохождения Control. Игра мне очень понравилась. Очень интересно, что будет происходить дальше. А так, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Помогите мне раскрутить этот канал. И я буду премного всем благодарен. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо.